Уверен, если вы путешествовали по Европе, то обязательно посещали Вену. Если вы еще не бывали в Вене, значит, вы еще не были в Европе. Что такое Вена, кроме того, что это столица Австрийской Республики? Вена – это город с интереснейшей историей, старинный город. Это город, в котором представлены эпохи в архитектуре. Вена – город оперы, вальса, город с сотней парков, город, в котором творили великие музыканты, художники. Город создавали великие архитекторы. Вена – город-музей, чей список очень велик. Город старинных традиций и людей, которые уважают свою историю и бережно к ней относятся. Но про все это вам расскажут экскурсоводы или путеводители, или туристические справочники. Я хочу вам рассказать про Вену, которую не показывают туристы. Не потому, что она, та другая Вена, некрасивая. Нет, она другая. Это будет третий фильм из серии «Сейштадт. Город на море». С левой стороны вы видите там большие поля. Это все офисные и строительные здания. Напоминаю, что город на море – «Сейштадт». Его концепция заключается в том, чтобы создать район города, в котором бы было вместе и рабочие места, и условия проживания в спальном районе. Тишина, покой, уют, комфорт, максимум услуг. Вот это сверху над нами Убан, станция метро, которая была запущена в эксплуатацию за три года, до того, как была сдана первая очередь района «Сейштадт». С правой стороны вот эта большая стена отгораживает готовую зону от строительной зоны новой. Строится вторая очередь района. А мы с вами идем для того, чтобы я показал то, что мне нравится в этом районе. И то, что я хотел бы видеть в наших новых районах. Ну, вот первый момент. Вот эта разделительная зона, вот эти лавочки, вот эти вот мягкие прыжковые площадки, покрытые, вправо видите, гигроскопическим, мягким покрытием. Мало ли, ребенок захочет поиграть. Клумбы. Все это построено на разделительной полосе двух направлений дороги. Здесь архитекторы и проектировщики не рассчитывают на очень большое движение. Рабочий район с офисом с заводскими предприятиями находится у нас за спиной, и подъезд к ним совсем с другой стороны. Вот эта вот многополосная белая дорожка, это способ обратить внимание велосипедиста. Если он будет ехать, то он подъезжает или пересекает дорогу, в момент проезда происходит такое шелчки при пересечении дороги, человек даже если отвлекся, он поймет, я еду уже за ось дороги, там опасно. Вот та часть, на которую я хочу пить особое внимание. Опять-таки гигроскопическое мягкое покрытие, вот с такими рисунками. Тут какие-то игры, они мне не совсем понятны, но вот справа классические классики. Тут все понятно. Дети здесь, ограждения с двух сторон, они могут здесь играть. Деревья высушены второй год только, народам очень мало, суббота, утро, 5-6 где-то. Градусов тепла, очень часто взрывается дождь. Вправо это источник воды, поилочка такая, их очень много. И по Вене целиком, и по данному району. Вода высокого качества. Автобусы мощные, как я рассказывал, очень маневренные, скоростные. Как такие автобусы громадные, там по-моему 46-50 сидячих мест и где-то полсотни стоячих мест. Они так лихо маневрируют по узким городам Вены, это надо видеть. Вот под каждым, абсолютно под каждым домом есть парковка. Парковки все платные, все, даже для жильцов, которые живут в этом доме. То есть, того девиза, что если наш дом и наши подвалы, здесь не работают. Ну, как всегда, мусорные ящики для сбора банок, бутылок. Из сбора не в избрасывание, а сбора старой, но еще хорошей, годной для эксплуатации одежды. Для тех людей, у которых этой одежды нет по какой-то причине. Мусорки обязательные. Слева опять идет строительство очередного микрорайона. А мы с вами переходим к площадке школы. Вообще на каждом углу стоят вот такие щиты с указанием, что за район, нумерация домов здесь. Вот это вот детская площадка, впереди школа. Вот обратите внимание на эту площадку. Вот это все качается, она на пружинах. Те ребята, которые служили в армии, скажут, что эти площадки некоторых элементов напоминают полосу препятствия. Дети, которые на них играют, имеют довольно неплохо развивать свою координацию движения. И это еще не самая навороченная площадка. Вот внизу мы прошли серая поверхность, такая была эта прыжковая, маленький батутик. Вот эта площадочка для более маленьких детей, она ограждена. Вот мы подходим к новой школе. В этой школе, насколько я знаю, есть приблизительно пол школы отведены для детей с ограниченными, как здесь говорят, возможностями. Вы не услышите, здесь инвалиды, там, недоразвитые. Вы знаете, есть очень много людей, которым в жизни не очень повезло. Здесь таких людей называют другие или люди с ограниченными возможностями. Слово инвалид здесь неприемлемо. Люди с ограниченными возможностями или просто другие. Справа ящичек для собачьих векалий. Обязательно там сверху пакетик лежат, а внизу коробочка для сбора их. Пакетик взял, какашечку собрал, завернул и в ящичек бросил. Слева, видите, огромное там пустое поле. Мы туда сейчас не пойдем, там. Это все громадная спортивная площадка школы. Подвезные пути, опять-таки ящики для сбора мусора. Опять вот такие маленькие земельные наделы для жителей первого этажа. Велосипедные стояночки. В каждом доме, я говорил, есть еще и помещения для хранения велосипедов. Они бесплатные. В правом площади. Вот эта площадь, она центральная для данного района. В прошедшие новогодние рождественские праздники здесь стояли сцены. Здесь был маленький маркет, рыночек такой. Мы сейчас идем на выход с этого района. Магазины, по-моему, сюда. Нет, уже какие-то магазины должны быть открыты. Да, я вижу открытые магазины. Ну, это ранние магазины. В субботу магазины открытые вы еще можете увидеть. В воскресенье на весь город, на всю миллионную Вену. Есть при железнодорожных станциях большие магазины. Сетевые там Билла, Хоффер. Больше нигде ничего вы не купите. В воскресенье и праздничные дни для людей отведены для того, чтобы они могли быть семьями. Закрыто все. Все отдыхают. Видите, опять и урны, и мусорные ящики. Здесь стоят везде ящики. Везде. И городские власти, районы обеспечивают, чтобы с этих мусорок своевременно все убирали. Два магазинчика небольших. Здесь кондитерские, велосипедные. Еще что-то есть. Так вот, работа здесь, есть работа. И как она от тебя называется, особого значения не имеет. Или ты убираешь улицу. Это значит, что у тебя очень качественная, хорошая, непромокаемая по сезону одежда. Ты экипирован, оснащен инструментом. И люди здесь постоянно, каждый день проходят, убирают. Ну, что я вам рассказываю, результат вы видите. Здесь не живут идеальные люди. Здесь тоже можно видеть и утром, после прогулок молодежи, и других категорий, и банки, и бутылки. Но вот это раннее утро субботы. Следов, что в пятницу здесь кто-то что-то делал, гулял, вы не видите. Во-первых, привычка не сорить, не мусорить. Это раз. Во-вторых, всегда есть, куда выкинуть мусор. Это два. И, в-третьих, хорошо оплачиваемая категория работников коммунальных служб, которые убирают город. Результат. Мы ходили с вами, обошли целый район. Вы не видели практически нигде ни мусора, ни грязи, ни пыли. Вот в этот район мы входили вот отсюда, снизу. Помните первые кадры, когда я начал рассказывать про район. И если обратить внимание, от левой стороны сплошная веленица машин. Никто не считает очень сложным, тяжелым пройти 300-400 метров до вот такой парковки. Я как-то посчитал, что вдоль района, вот на этой объездной дороге, тут до ближайших домов, по-моему, метров 200, здесь стоят порядка тысячи автомобилей. Особой опасности угона и прочее здесь нет. Во-первых, в каждой машине замаскировано GP-навигатор. Ты машину только попытался кто-то сорвать с места, навигатор сработал, и хорошо видно, кто, куда и как ее везет. Полиция сработает быстро. Кроме того, машины все застрахованы. Вот видите, слева идет достройка района. Дорожка здесь еще не сделана, все это старое. А вот новые улицы уже почти готовы. Родственник у меня здесь попал в аварию. На место аварии приехали полиция, скорая помощь и страховые агенты каждой их сторон. Что было, как было, где было, полиция опросила в больнице, их увезли. Особой необходимости не было, но так положено. Машину оставили на месте. Через два месяца они получили решение судов. Ни на какие суды они не ходили. Работали адвокаты, работали страховые агенты, писали бумаги полицейские. Через два месяца им прислали домой по почте за счет страхового агентства зонтики, какие-то ручки, какие-то сумки оставленные в машине. Еще через месяца-два пришли деньги, которые выплатили страховые агентства. Как они ругались, как они там спорили, это было уже не наше дело. Для этого есть адвокат, которому каждый месяц перечисляется определенная сумма. Для этого есть страховые агенты, для этого есть полиция. А человек должен беречь свое здоровье. Мы уходим за границы строящегося района. Слева у нас вот эта дорога, въездная дорога, техническую зону завода «Опель». Тут выпускают какие-то запчасти с левой стороны. А впереди у нас дорожка, по которой мы пойдем дальше домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...